Звезды Содружества Звезды Содружества Премия за крупные достижения в области науки и искусства, культуры и образования, способствующая развитию сотрудничества стран СНГ, была учреждена в 2009 году и с тех пор вручается ежегодно. Конечно, как в любой премии, бывает кто-то обиженный, кто-то не получил, в какой-то стране хотелось бы больше премий получить, но на сегодняшний день, вот уже это вручение происходит пятый раз, и сегодня, когда была ретроспектива показа тех людей, которые получили до этого, я еще раз, глядя на экран, посмотрел, что это действительно все достойные люди, и ни в кого из них нельзя бросить камень, что они получили эту премию незаслуженно. Поэтому мы тоже, во всяком случае, пока мы работаем в этом фонде, постараемся, чтобы премию получали самые достойные. В этом году среди лауреатов известный азербайджанский писатель Максут Ибрагимбеков, режиссер документального кино из Армении Артавас Пелищан, а также ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Это премия дружбы, это премия тех государств и людей, народов, которые жили веками вместе, и сейчас это особо важно, нам надо быть вместе, дружить, сохранять единое пространство, культурное, образовательное, научное, терминологию, язык общения, великий русский язык. И мы делаем Московский университет все, чтобы по возможности сохранить наш общий дом. У нас 5 филиалов, учатся 3,5 тысячи ребят из стран СНГ. Мы очень дружим и имеем договора сотрудничества с университетами Северного Кавказа, Кабардино-Балкарский, Южный федеральный университет. Но у нас еще есть договора сотрудничества с Абхазским университетом, с УКУМИ. Мы дружим с Северо-Асетинскими, Южно-Асетинскими университетами. И вообще университеты, я уже говорил об этом, они мудрее иногда некоторых политиков, которые считают, что вот проведены границы, а у нас нет границ. Мы это доказывали и будем доказывать. Ведь за университетами молодые люди, то есть будущее этих стран. И очень опасно, и никому не дано право это будущее определять сегодня. Будущее должно само себя показать. А это, конечно, наша общность. Будущее – это наша общность.